Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа, очередной выпуск программы Живое Слово. И мы традиционно начинаем с поучения святителя Иоанна Златоуста о сквернословии. «Не знаю, – пишет святитель, – откуда вошла в людей эта болезнь. Мы стали болтливы. В нашей душе не держится ничего. Послушай одного мудреца, который увещевая говорит, «Слышал ли яси слово, да умрет с тобой. Не убойся, не расторгнет тебя». Это «Премудрый сирах». И еще. «От лица словесе поболит буйяка же рождающаяся лица младенца». Вот если перевести на современный русский язык, это тоже «Премудрый сирах». Безумец от слова одного лишь может такой же иметь скорбь, как роженица. «Мы готовы на обвинение, скоры на осуждение. Если бы мы не сделали никакого другого зла, то и этого достаточно для того, чтобы погубить нас, вести в гиену, причинить нам тысячи бед. А дабы ты точнее узнал это, послушай пророка, который говорит, сидя на брата своего клеветажа». Это Псалом 49 Давида. «Но не я говоришь ты, а другой. Нет, ты. Если бы ты не говорил, то другой не услышал бы. А если бы услышал, то ты не был бы виновен во грехе. Недостатки ближних должны умалчивать и прикрывать. А ты под предлогом доблаждательства выставляешь их на вид, делаешься, если не обведителем, то рассказчиком. Как это про нас, да? Честно. Болтуном, глупцом, осрам. Вместе с ним ты срамишь себя самого и не чувствуешь. Смотри, сколько зол происходит отсюда. Ты прогневляешь Бога, огорчаешь ближнего, делаешь себя самого повинным наказанию. Не слышал ли, что Павел говорит о вдовицах? О себе ты всегда заботишься, опасаешься, чтобы не быть осужденным от Бога. Бойся же, чтобы не быть тебе осужденным из-за болтливости. Ты не можешь сказать «Бог не осудит меня за болтливость». А это дело есть болтливость. Для чего ты распространяешь слух? Для чего умножаешь зло? Оно может погубить нас. Потому и говорит Христос «Не судите, да не судим и будете». Но мы нисколько не думаем об этом. И пример фарисея не вразумляет нас. Он сказал правду. Несть, якоже сей мытарь, сказал тогда, когда никто не слушал его и, однако, осужден. Если же он осужден, высказав правду и сказав тогда, когда никто не слушал его, то какому мучению повернутся те, которые всюду разглашают ложные и такое, в чем сами не уверены, подобно болтливым женщинам, чего не потерпят они. Положим же на уста свои дверь и ограждение. А у болтливости произошло бесчисленное множество зол. Расстраивались семейства, разрывались уж с дружбы, происходили тысячи других бедствий. Не старайся же, человек, узнавать то, что касается ближнего. Но ты болтлив. Ты имеешь этот недостаток. Говори лучше о своих делах Богу. И это не будет недостатком, а будет приобретением. Говори же о своих делах друзьям, друзьям истинным и справедливым, на которых ты полагаешься, дабы они молились о грехах твоих. Если будешь говорить о чужих делах, то не получишь никакой пользы, никакого приобретения. Но еще получишь вред. А если будешь исповедовать свои дела пред Господом, то получишь великую награду. Вот вынужденно себя останавливать, чувствую настолько это увлекательно. И вот не первый раз, говоря об этом, лелею тайную надежду, что вы, кто, возможно, никогда не знакомился с наследием святителя, отыщете вот это, его эти многие труды. Он оставил самое великое наследство в христианском мире, святителя Ана Златоустой, самое большое наследие. И потихонечку, когда-то приступите к такому ознакомлению. Знаете, один на один, чтобы назвать от глаза в глаза. А мы продолжаем вслед за этим. Вот у нас поводырь, как он правильно, удивительно говорит, какие удивительные слова говорит свидетель. И мы возвращаемся к тому событию, о повествовании, о котором и началась предыдущая программа. И в свете того, что я рассказал, действительно, человек по природе своей, по таинственному и великому и страшному замыслу Божию о человеке – это икона, это живая икона Бога. Но вот когда икона ясная, когда образ Божий в нас ясен и чист, тогда также ясны и чисты слова наши. Ибо человек – это словек, да, ведь мы от слова, мы весь мир, как интересно, я говорил, давайте еще раз вспомню, потому что это драгоценно просто, как интереснее язык нашей церкви. Возможно, кто-то не слышал этого в самых первых программах, потому как поразительно, в церкви все живые существа на свете, все на свете живые существа, кроме человека, называются бессловесные. И только человек – это вот словек. Потому что от слова, рожден, от Христа, об этом и в молитве Господней сказано. Так вот, пока в нас вот эта вера, пока мы храним в себе этот ясный, ненарушимый вот этот образ Божий, тогда и слова наши ясны, и тогда ты муж, отец, директор. А когда в нас образ Божий расплывается, это знаете, как вот есть фотографии, на них даже смотреть физически больно, не в фокусе, говорим, где вот размытый. И вот когда в нас образ Божий вот этот размывается, тогда и все становится расплывчатым и неверным. Знаете, как бывает такое в тумане ночи неверный свет, где все теряется, и контуры предметов смещаются. И тогда ты как бы муж, типа директор. А когда как бы муж и вроде как жена, ведь если вот как бы муж, у него тогда вроде как жена, да? Ну и когда вот встречаются как бы муж, соединяются как бы муж и вроде как жена, у них рождаются, ну, типа дети. Да? Какое уродство страшное. Поэтому давайте вещи все-таки называть правильно. Пусть это не очень приятно говорить об этом, но надо честно говорить. Как можно улечить болезнь, если неправильно поставить диагноз? Вот эти... А ведь вы знаете, вот молодое поколение, вот я знаю очень много смот, потому что и письма я получаю от той категории людей, которые принято называть молодежью, они не поверят, что лет, скажем, еще 25-30 назад мы так не разговаривали. У нас не было таких, не было в языке вот типа того, вроде как, как бы, типа вроде как. Вот это вот такого киселя, простите, не было в языке. А вот как-то вот... Это тревожный признак, и я хотел бы, чтобы мы об этом тоже подумали. Во всяком случае глубоко обежден, что это не сорняки, а это свидетельство гораздо... Вот язык, как интересная, да, лаборатория, какой-то интересный анализ, он показывает какие-то скрытые такие явления, и есть над чем работать, да, согласитесь. Случилось так, что несколько лет к ряду ваш покорный слугам был ведущим прямого эфира утреннего полуторачасового на одной из радиостанций в Москве. И это, конечно, прямой эфир, или иногда его еще называют живой эфир, он, вы знаете, он, конечно, обладает какой-то другой... Я не люблю это слово энергетика, которая пользуется, но действительно там сама обстановка, там некое электричество вообще присутствует, потому что когда ты говоришь что-то, или у тебя в студии еще есть собеседник, и тебя слышит огромное количество людей, и в этот момент они прямо в момент эфира живого они звонят и задают тебе вопрос, часто непростые, честные, откровенные вопросы, и надо отвечать здесь и сейчас. Ведь там на прямом эфире нельзя сказать, что, вы знаете, вот, да давайте все еще раз позвоните, а я вот дома пойду, там, полистаю какую-то книжку, найду. Надо давать честные ответы. И, конечно, меня часто выручало то, что я сам предлагал позвонившему, говорю, давайте вместе подумаем. Конечно, ну, потому что меня всегда несколько смущают. Есть такие уроды ведущие, которые, я их называю так, доктора около всяческих наук, но не может человек отвечать на все вопросы. А вот пригласить к размышлению и того, кто позвонил, и всех других людей, которые в данный момент вот сейчас слушают этот эфир, мне кажется, это гораздо полезнее и правильнее. Почему я вспомнил об этом? Как-то во время одного из эфиров ко мне позвонила женщина из Краснодара. Я даже запомнил. И она потом звонила, пользовалась каждым эфиром, все-таки прозвониться, меня это очень трогало, эта учительница. И она мне задала очень интересный вопрос, потому что хороший ответ может быть только, конечно, на хороший вопрос. Она мне задала вот какой вопрос. Она сказала, Василий Давыдович, вот как вы относитесь к этому выражению? Она сказала, я его слышать не могу. И когда она произнесла, я понял, о чем идет речь, и ответил, что я тоже этого слышать не могу. Вы знаете, о чем шла речь? Не первый год, совсем не первый год. И тоже, вот поверьте, раньше этого не было. Ну, честно, не было. В языке нашем, это вот такая калька, пришедшая из-за океана, появилось вот это словосочетание, вот это выражение «заниматься любовью». Да, ну, простите, разговор взрослых людей, причем к моему немалому удивлению, когда я стал прислушиваться, вот у нас есть такая некрасящая нас привычка, часто все наши беды сваливают на молодежь, понимаете? Люди словно забывают русскую поговорку о том, что яблоко вообще не укатывается далеко от яблони. Наша молодежь, простите, не с Марса упала. Это наши, это наши люди, вот так воспитали, простите. Вот это зеркало наше, если хотите. Зеркало-то не виновата саму. И дело в том, что это словосочетанием, этим выражением пользуются часто и очень взрослые люди. Да, если надо говорить честно. И она мне задала вот этот вопрос. Она сказала, почему появилось это выражение? Причем она говорит, я понимаю, что это заокеанское, но почему? Это же очень нехорошо. И я ей очень благодарен, потому что я тогда же в эфире стал размышлять. И хочу, чтобы мы тоже поняли, это совсем не безобидно. Кто-то скажет, ну, это как бы, да, может кто-то даже скажет, это не культурно, хотя это тоже отдельный разговор. Причем тут культура? Дело в том, что есть Господь наш, и есть враг рода человеческого. И он воюет с Господом, да, обреченность его мы понимаем, но злоба его, неиссякаемая причем, неиссякаемая злоба, она не знает ни границ, ни... И дело в том, что любовь, скажем, главная. Дело в том, что само слово «любовь» – это имя нашего Бога. Для этого достаточно открыть Евангелие от Иоанна, да, и мы встретим там эти слова о том, что Бог есть любовь, да, и пребывающий в любви пребывает в Боге. Дело в том, что никогда за всю историю человечества, за всю историю человечества вот этих слов удивительных, сокровенных, не постижу, никто никогда о Боге не говорил. Вот хочу просто провести параллель после прихода Господа в этот мир во плоти, да, вот, 2000 лет тому назад пройдет несколько веков, там, условно, да, около шести веков, и будет на Востоке, на Аравийском полуострове зарождаться религия новая сегодня, это тоже одна из мировых религий ислам. И я ознакомился с вот этой книгой, которую мусульмане называют «Священный Куран», и там в Куране приведены 99, как они их называют, прекрасных имен Бога, которого они называют Аллахом. И вы знаете, среди этих 99 его имен есть одно из его имен – любящий. Любящий, да, как интересно. Но не любовь. Это ведь не одно и то же. Евангелие от Иоанна не сказано, что Бог любящий. Сказано, что Он есть любовь. И один немаловажный момент. Слово «любовь» написано за главной буквы. Это имя самого Христа. И поэтому посягательство на это слово, на это понятие – это есть вот такое углумление, если хотите, над самим Христом. Попытка. Бог поругаем не бывает. А что происходит? Это мы сами себе это… сами себе выносим какой-то такой очень суровый приговор. Сами того не подразумеваю. Я приготовил для этой программы слова одного из любимых наших святых, православный, святитель Николай Сербский, известный многим из нас, удивительный человек. Только послушайте, как он замечательно говорит. Бог дал людям слово «любовь», чтобы они именовали этим словом свои взаимоотношения с Ним. Когда люди, злоупотребив этим словом, начинают называть им свое отношение к земному, оно теряет свой смысл. Слова теряют свою священную и божественную силу и становятся как бы мертвыми. Так же северное дерево, пересаженное на юг, вянет и гибнет. Замечательно, да? Вот хочу задать вам вопрос. Кто-то скажет, кто-то улыбнется, а кто-то, возможно, призадумается, а вы знаете, потому как… А впрочем, вот сам вопрос. Скажите, пожалуйста, что такое любовь? Это чувство? Чувство. Конечно. Ну, как ненависть, удивление, негодование. Продолжайте, пожалуйста, за меня. Сколько много чувств, да, у нас есть? У нас есть такая область, которая называется «чувство». Вот любовь – это чувство, да, это состояние прежде. Если вот… Еще хочу сказать несколько слов. И по образованию я педагог, и очень часто встречаюсь с учительской аудиторией, и неизменно задаю ему вопрос. Вот просто положа руку на сердце, всегда спрашиваю, а вы довольны? У вас все получается? И со своими детьми, и с учениками. Только честно. И вы знаете, неизменно получаю один и тот же честный, как и просил, честный ответ. Они говорят «нет». И я тоже недоволен. Вот честно скажу вам. И причин для этого много. Я постоянно это анализирую. Одна из многих причин, почему все-таки не получается, как мне кажется, заключается в том, что дети наши, воспитанники наши, они устали от запретов. Поясню свою мысль. Мы все время с малолетства детям говорим, это нельзя, это нельзя, это нельзя. Со временем, ведь как устроен человек, это вот это наше постоянное «нельзя-нельзя», они превращаются в какое-то, знаете, подобие какого-то комариного зуда. Конечно, он жизни человека не лишает, такой вот легкий дискомфорт, но потом становится неким фоном. Конечно, надо какие-то вещи запрещать. Собственно, в этом и состоит одна из главных, простите, составляющих того процесса, который называется воспитанием ребенка. Величайшее дело на свете, величайшее воспитать человека, многотрудное и таинственное во многом. Но дело в том, что проблема не в этом. мы постоянно говорим, что это нельзя, это нехорошо. А почему это нельзя? А почему это нехорошо? Вот мы не удосуживаемся объяснить. Потому что если вы вспомним слова, которые Господь произнес с Голговского креста, уже уходя из этой жизни, на пороге вот вечности, чтобы уйти отсюда, умереть, мучить на кресте. Вы помните, он обращаясь, как можно это забыть? Отцу Небесному, он говорит, показывая на вот этих людей, которые продолжают хулить его, оскорблять, глумиться над ним. Вы помните, он, который вот так, я говорю, лесничками взмахнул, и весь это неблагодарное человечество можно было стереть. Но это наш Бог, который сказал, посмотрите на меня, я как роток, если смирен с сердцем. И он в последние мгновения вот этой своей земной жизни он обращается к Отцу Небесному и говорит, Господи, прости их, ибо не ведают, что творят. Правильно. А мы ведаем. И чтобы дети наши ведали, что это нельзя творить, наверное, все-таки надо взять на себя труд и иногда хоть объяснять, почему это нельзя, почему это плохо. Причем желательно, что это было бы все-таки чуть более глубже, чем, скажем, знакомым с детства стихотворения Владимира Владимировича Маяковского «Крошка, сын к отцу пришел». Что такое хорошо? Потому что человечество всегда волнует этот вопрос. Что такое хорошо? Что такое плохо? Почему так можно, а почему так нельзя? Но хотелось бы, чтобы наше объяснение нашим детям было бы несколько более глубокое. Так вот, недостаточно говорить людям, прежде молодым людям, о том, что так нельзя говорить. Давайте сегодня, вот даже в этой программе нашей, попытаемся донести до людей, которые пользуются этим словосочетанием, всю нелепость его. Просто нелепость. И, допустим, человек сегодня может сказать, а это свобода совести, я неверующий человек, как многие заявляют сегодня, это уже тоже не новость. Увы, ах, но это реалии нашей жизни. И может сказать, что человек не церковный, но это не значит, что он может пользоваться. И таким надо объяснять. Просто надо дать еще объяснить, что это, что этого не может быть, что это нелепость страшная, что человек, который употребляет это словосочетание, занимался лепой, что он просто глупый, нелеп. Сейчас объясню, о чем идет речь. Значит, вернемся к этому, что любовь – это чувство. Правда? Скажи, пожалуйста, а чувствами можно заниматься? Чувствами можно заниматься? Заниматься можно на велотренажере. Можно заниматься английским, китайским, каким угодно языком. Можно заниматься художественной гимнастикой и плаванием. Ради Бога. Заниматься кораблестроением. Чувствами заниматься нельзя. А любовь – это чувство. Чувство может быть возвышаемым, может быть угнетенным каким-то, может быть охваченным каким-то. Это область чувств. Но заниматься, говорить, что заниматься чувствами – это просто сидеться не совсем, простите, умственной полноценности человека. Вот так и надо ставить вопрос. Помните, мы сказали, еще какие есть чувства удивления, чувства недоумения, чувства страха. Негодования. Много. Целая гамма человеческих чувств. И для того, чтобы понять всю нелепость этого сладочного, ну, надо же посрамить того, кто хочет, что называется, тень на плетень навести, что хочет все время вот куснуть. Вот, да, вот, лукавый. Как он все время хочет, чтобы вот что-то нехорошее сказать о том, кто есть любовь со главной буквы. Давайте все-таки порой, вот, ну, деятельность любить Христа, что ли. И прежде словом, дело в том, что давайте представим себе разговор двух молодых людей. или, может быть, не очень молодых людей. Вот в этой комве, да, представьте, что молодой человек звонит девушке и говорит, что, ну, скажи, пожалуйста, ты сейчас свободна? Ты сейчас свободна? Я тебя не отвлекаю. Нет, нет. А давай сейчас займемся удивлением. Хорошо? Вот у меня минут, минуточки три, да, займемся удивлением, да? Ну, если можно заниматься, почему нельзя заниматься удивлением? То чувство, и это чувство, да? Вот, да. Знаешь, как сейчас займемся удивлением, а потом займемся немножко негодованием, да? Вот. А потом можно уже после этого заняться немножко недоумением. Да? Вот как хорошо. Да. А потом немножко страхом, да? И вот. Нелепость. Даже не просто глупость, а откровенная нелепость. И поэтому, когда вот так ты показываешь, когда вот так рассказываешь, это тот самый смех, разговор о смехе нам еще предстоит, большой, глубокий разговор, интересный. Но это вот тот самый смех здоровый, который испепеляет, выжигает вот эту гниль. Надеюсь, это было хоть как-то убедительно. И те, кто слушают сегодня нас и смотрят нас сегодня, надеюсь, не сами не будут так говорить. И если услышат, что кто-то так говорит, они найдут нужные доводы, аргументы, чтобы убедить говорящего, что так говорить нельзя. Спасибо. Наша программа эта подходит к концу. И по традиции я завершаю чтением стихотворения. Это стихотворение Валентины Телегиной. В прошлом нашей программе мы услышали первое из них. А вот теперь другой ее стих. Вольнолюбива наша речь, она не терпит плена. Ее ли нам не уберечь от времени и тлена? Уйду ли с братьями в поход, в разлуки и в печали? Мне слово русское блеснет из самой дальней дали. И я узнаю слог родной, звучание огневое, в шипение чаши круговой и в рокоте прибоя. И прозвенит из толщи книг, в живой восстанет плоти, и вечно будет мой язык у разума в почете. Как это вот точно наше сегодняшнее с вами в программе. Да будем мы всегда в почете, язык наш прибудет всегда в почете у разума. А мы будем всегда в союзе с нашим умом. Спасибо Господь. Прощаюсь с вами до нашей будущей. До новых встреч. Оставайтесь с Богом. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»